Я съедаю весь следующий год. Все. Так, ребята, начинается у нас 31 декабря. Сегодня у нас новогодний влог снимается. Валера приготовил завтрак. Что-то не очень новогодний, конечно. В смысле, нормально все. Салатик как сюда зеленый. Вот, едим, короче, завтракаем. Виктор уже поел, он там занимается игрушками. Гертруду мы тоже покормили, нажав кнопочку в приложении. Все автоматизировано, короче. Сейчас второй кфюк. Еще Валер мне сделает. Начинаем свой денек. Валер сегодня еще хочет успеть сходить на тренировку. А мне нужно заказать... Да, зал работает до 3 часов. А мне нужно заказать очищенные креветки из самоката, потому что в пятерочке их не было. Я не помню, говорила, не говорила. Но в любом случае в телеграме я это точно говорила. Я говорила это во влоге на Бусти. Да, кстати, про это я сейчас еще отдельно скажу, потому что про Бусти я пока здесь не упоминала еще на влоговом канале. Мы пойдем к моим родителям сегодня вечером. Ну, наверное, часов может около 5, уж пол, 6, вот так. Мой папа должен за нами заехать. Да, мы все вместе едем с Витей, с Гретой. Планирую готовить оливье с креветками и авокадо. Мама вроде как хочет делать салютку под шубой. Потом, значит, салат с ананасами и курицей. Ну и, конечно, классическое оливье, естественно. Классические, точнее, оливье. Меню право у нас разнообразное будет. 4 получать салата, наверное, будет, да. Я еще думала суши салат сделать, но думаю, ну что там, овощи обожраться, что ли, хватит. И будет, да, чуть-чуть горячее. Это, скорее всего, запеченная картошка там с курицей. Пока точно не знаю. В любом случае, там у вас, вам у родителей дома поснимаю. И процессы, и так далее. Вот. У нас на улице идет, кстати, снежок такой кружится. Погода вроде нормальная. Посмотрите, сколько градусов. Вообще написано, что нулевая. А завтра минус 14. Отлично. А послезавтра минус 21. Короче, походу завтра очень многие слягут с головной болью и плохим самочувствием. Так, вот так домашний день. Ну да, 1 января домашний день у нас всегда. Вообще-то многие, точнее, я не знаю насчет многие, но некоторые слягут с головной болью не из-за холода. Ну, в общем-то, да. Все так. Все, ладно, будем, короче, суток завтракать и начинаем наш днев. Где лежало все время? Вот. И я не открываю чехол. И они такие, если вы начнете у вас в дочери, это не мое. И вот я все ими. Я вас обсчитаю. Витенька. Витенька. Вот какой кробок. Какой кробочек. Так, Валера заказал на вечер вот такой тортик из Вкусвил. С Новым Годом. 20-24. Здесь такие шишечки. Красивая форма. Но сам тортик, по-моему, ягодный, что ли, какой-то. Да, черничный или что такое? Да, Валера? Черничные тортицки. Ну, беру пока что в холодильник. Сегодня ночью будем пить чай. Надеюсь, доберемся до него. Потому что обычно бывает так, что все объедятся уже с валатами всякой всячины. И может уже будет не до этого. Валера там общается с Виктором. Виктор, что это? Валер, скажи. Он уже в рот начинает играть. И посмеивался он чуть-чуть сегодня или вчера вечером. И сейчас посмеялся тоже. Вот на звуки. Только-только начинается у него это пока. Еще не точно. Еще не четко. Но уже прорезается что-то. Он уже подустал. Но его сейчас надо будет уложить подремать. Да, он уже уставший. Ну что же, Валера ушел на тренировку. Валерина мама пошла погулять с Витей. А я сейчас буду собирать вещи, которые нам нужно взять к моим родителям. Ну, естественно, для Виктора вещиц. Так, что у меня случилось с Фикусом? Сейчас очень не легче сейчас. Сверху он начал радовать меня новыми листочками. А снизу решил показать вот такое. И что это такое? Это залив или что? Я его не часто поливаю? Нет, я его поливаю не чаще раза в неделю. Её просто... Да что такое, а? А тут главное, вот, свежие листочки. Еще тут проклевывается. А тут какая-то пошла фигня снизу. Господи. С этими растениями, я не знаю. Одни переживания. Короче, да. Будем на днях смотреть, что это может быть. Потому что это на залив не похоже. Может быть, он замерз. Ладно, сейчас буду собирать, короче, вещи. Да, раньше надо было всего лишь грейте вещи собрать. Это кинуть ей корм, пелёнку запасную, положить её шлейку, да. А сейчас... Да-да-да-да-да-да. Сейчас целая коллекция. Видеоняню, кстати, тоже возьмём с собой, чтобы постоянно не бегать к Вите. Вот этот агрегат нужно обязательно взять с собой, поставить где-то на кухне, чтобы смотреть, как он там, что он там. Всё, буду собирать вещи, буду мыть голову, накрашусь. И папа заедет за мной с Витей и за Гретой где-то в 4 часа. Решила пока на кровати складывать вещи, которые беру с собой. Потихонечку здесь всё подготавливаю. Наверное, две запасные шмоточки Вите возьму. Делаю параллельно ещё макияж. Сейчас буду сушить голову. И испробую вот такой новый спонжик. Вите, встала. Хочу сегодня первый раз вложиться вот с такой пенкой мусс, ванильное облачко от Cool Rule. У меня давно уже эта пенка лежит, но я ещё так и не пробовала. Нанесём на корни. Боже, как приятно пахнет. Реально такая ванилька, но не приторная, не мерзкая. Сейчас у нас будет здесь прикорневой объём, я думаю. И мне остаётся только накрасить глаза. Брови, реснички. И, собственно, всё. Высобирать вещи. Так, образовывается у меня тут всё больше и больше вещей. Корм для Греты. Пелёнки, которые идут и для Греты, и для Витька. Витёк. Валера любит так называть. Короче, беру ещё вот эти свечки, потому что у меня их много. Вот эти две Ларе отдам. Пусть тоже зажигает, пользуется, наслаждается. Вот. Потому что там мы не успеем, наверное, все вот эти зимние сжечь с Валерой. Гринча и Джинджербред передаю Ларе. Также, думаю, может быть, надену вот эти вот серёжки сегодня. Это такие, ну, можно сказать, новогодние кока-кольные серьги. Видите, здесь кока-кола, все дела. Подготовила ещё ободок. Не знаю, буду я это надевать или нет. Короче, сейчас решу вообще, как я оденусь. Может быть, я не буду париться. И в чём-то супер повседневном буду. Так, я, в принципе, собрана. Осталось прям за малым какие-то вещи мне докинуть. И всё. Я решила быть в чёрном вот таком платье. Это, кстати, прямо такое тёпленькое вязаное платье. И кто-то будет спрашивать, откуда оно. Это Алиэкспресс. Это, по-моему, магазин Трэнди Йол или как это так называется. Ну, короче, он известный на Алике. Это вот такое платьишко. Ремешок отдельно. Он с ним не идёт. Платье это просто вот отдельно, без ремня. Ремешок это уже мой. Тоже заказывала на Алиэкспресс. Ещё ни разу его не носила. Вот. Так, без этого ремешка. Платье просто, ну, такое широкое, свободное. Я решила выделить немного дали. Надеть его. В принципе, вроде симпатично смотрится. Знаете, пока одевала и вспоминала. Мне вчера девочка в директ написала. Я когда поделилась, что собираемся готовить на Новый год. Она мне написала. Курицу нельзя в этом году есть. Я уже поняла, что это человек, который, наверное, почитал различные там, ну, типа, что на этот год дракона можно, там, что нельзя, как одеваться, что есть и так далее. Ну, я не стала злорадствовать, но я спросила, почему. Ну, в принципе, от что злорадствовать? В принципе, с сарказмом не стала ничего там ей отвечать. Просто спросила, почему. И она целый список мне вывесила, чего нельзя. Курица. Есть курица, это для бедных. Дракон курицу не любит. Я сразу представила, дракон такой пришел и всем сказал, я курицу не люблю. Имейте в виду, никакой курицы на новогодних столах. Я курицу не люблю. Я прям представила эту картину, как дракон лично такое это все сообщил. Потом, значит, в черное одеваться нельзя. Почему я вспомнила про эту девушку? Потому что я надевала черное платье. Но я такая, блин. Мало того, что у нас будет курица на новогоднем столе, я еще и в черном платье. Дракон вообще будет очень недоволен. Очень недоволен будет дракон. Тем, как я делаю этот блеск взяла. Да, у меня здесь, видите, кардиночка с косметикой прямо здесь лежит на кне. На краше пока. Губа блеска. Хотя чай я сейчас все равно это все еще съем много раз. Ну, в общем, да. Напишите, любите ли вычитать, допустим, как можно там Новый год встречать, как нельзя, в зависимости от того, чей это год, в зависимости от того, как планеты расположены в данный момент. И все такое. Я, конечно, это все не читаю. Я в это особо не верю. В принципе, не сильно верю в гороскопы. И для кого-то, может, это покажется странным. Потому что, да, вот я смотрю уже прогнозы Анджелы Перл. Перл, Перл, Перл. Анджелы Перл, да. Мне просто нравится слушать ее. Нравится, что она рассказывает. Она так все, знаете, хорошая говорит по этим гороскопам, да. Но я не скажу, что я в это верю. Я просто это слушаю, как такое, знаете, ну, типа мед для ушей. Вот мне это говорят. Я такая, ой, как же все хорошо, как же все хорошо. Ну, то есть, это меня это успокаивает. Я понимаю, что будет и хорошо, и плохо, и всякое разное. Не может быть всегда только хорошо, или всегда только плохо. Но я ее слушаю ради какого-то, вот, не знаю, спокойствия, что ли. Наверное, только ради этого. Это вот мое, примерно, отношение к, типа, там, гороскопам и так далее. Это вот послушать, когда говорят, что все хорошо, ты такой успокаиваешься. А не то, чтобы ты в это на 100% веришь, что, мол, что тебе сказали, так оно и будет. А так, видите, я пошла против дракона в черном платьишке сегодня. Короче, мне, конечно, к этому платью обязательно нужно ролик брать от шерсти. Потому что животные, всякая пыль, это все будет очень-очень на нем видно. Мне кажется, несколько раз за вечер его надо будет проходить с роликом. Ребята, посмотрите-ка. Мне кажется, сюда очень идет этот ободочек. Как считаете? Пожалуй, пойду в нем. Ну, точнее, захочу его с собой. Фоточки-то ведь какие-нибудь, наверное, поделаем просто на память. Итак, я уже у родителей. Мы с Ларой готовим салат. Лара нарезает уже все. Я не успела вам, ребят, снять ингредиенты вообще. Я их только разложила в ряд. Я сглажала. Да забей. Лара взяла, уже нарезает. Я не сглажала. Нет, я ничего не сняла. Короче, оливье с креветками сейчас будем делать. Лара вот уже нарезает авокадо. И чтобы авокадо не потемнело, его нужно будет спрыснуть лимончиком. Нет, нормально, помельче-то. И спрыснем лимонным соком. Также в этом салате идет огурец. Конечно, креветки я их сейчас обжарю. Яйца. Яйца варятся. Так, что там еще идет? Зеленый горошек идет. И, ну, можно какую-то зелень еще добавить. Яиц на Новый год много не бывает. Поэтому еще штук семь отправила вариться. Креветки заказали вот такие сразу очищенные. Пошла в самокате. Сразу здесь они без хвостиков, без панциря, без всего. Короче, удобно. Потому что, мне кажется, знаете, брать для этого салата креветки, которые еще, ну, которые креветки не очищены. Вы пока их будете чистить, открывать эти головы, все прочищать, промывать. Вам так захочется жрать эти креветки, что, блин, вы будете одновременно их и жрать, и чистить. Нафиг это надо. Поэтому лучше, конечно, да, Х2 переплатить. Потому что такие чищенные стоят действительно дороже. Но зато сразу их обжарить, сразу они у вас готовы для салата. Сырем покладичку. Горошек. Лара нарезает. Она мясо. Я только и снимаю, как Лара нарезает. Эта салата нарезает, как будто я ничего не делала, ребят. Но я на самом деле пока что особо ничего не делаю. Только креветки закинула. Жарятся, яйца варятся. Короче, еще у нас будет салат с куриной грудкой, отварная. Здесь идут зеленые яблоки, сельдерей, сыр, консервированный ананас. Вот такое колечко мне купила. И также в этот салат добавляются крошеные грецкие орехи. Все это заправляется... Да. Да. Все это заправляется майонезом. Вот, вроде бы все. А, ну, крошеные грецкие орехи. Я вам сказала, ребят, это ты не сказала, я уже забыла. В общем, вот, займемся сейчас еще параллельно этим салатиком. Креветочку будешь? Креветочка. Ай, вцепилась лапами. Фифи, сейчас, подожди, остынет чуть-чуть. Горячая. Горячая. Горячая, горячая креветка. Сейчас. Остужу чуть-чуть. Остужу маленечко тебе креветочку, да. Сандрочка. Улыбочка как будто, да? Угу. Остужу гарячая креветка. А, отдра. О, баров whiskылу гарячая. � ответ covers. Т,кат. 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 Т.кат. Так вот пришел Валер Леонидович. Нарядился, да? Да, у меня еще носки тематические. Да? Ну-ка. О-о. Готовился, да? Да. Тут Виктор тоже вот за столом с нами. Все вместе. Да, так он успеет пропустить все. У него там сейчас салюты. Салюты лежит, слушает. Смотрим, как там вообще у него делишки. Короче, такая вот обстановочка. Сандрочка тут у меня. Сандра. Ну, сейчас время. Сколько времени? 21? 48. Ну, мы уже проводили старый Новый год. Выпили за все свершения, скажем так, да? Или как это назвать? Достижения свершения. За этот год достижений вообще много. Да. Елочку папа, кстати, захватил. Не хочет. Там еще горячая, кстати, есть. Картошка с курицей. Ну, я думаю, после курентов уже буду. Идем с Витьком смотреть на салюты. Так. Ну, что закончили-то все? Только подошла, все закончили. Сейчас будет еще Витьок, подожди. Так, давай, Леонидович. Самое главное, вот Витька сюда поближе поставили. Да, Витьок с нами, как всегда. А что, еще ровно? Ну, наливай пока, давай. Я думал, подожди. Да давай, наливай пока. Господи, Валер, мы сейчас не пить будем, а просто налито. Ой. 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 Вот нормально. После курантов пойдем Витька поднимать. Да, он сейчас сам подмой поднялся. Он там потом уже периодически ноги на... На сколько градусов? На 90 градусов загибает. Там присуху качает. Это лишь. Он не плачет. Просто возится. Потому что ноги расхомутал. Так что такие делишки. Тортик уже подготовлено. Все, будем торт. Опять. Все, давай желаем загадывать. Давай, загаджимай. Ну, чего, друзья мои. Рановато еще. Загадала? Я повторяю, при каждом ударе вообще-то. Сандра, что здесь происходит? У него под бэкрант в хвост. Ну все. С Новым годом. С Новым годом. Так. Это Лара, все что ли? Ну что, на ось печеные родители. Давайте. За вас, Сахид. Что со мной не так? Просто в кадре как будто мы с Валерой. А тут типа, кто там молниет, с кем-то по бокам общаемся. Ты в Таиланда что-то не появляешься в кадре. Саша, был молнией. А были заявки? Заявок много. Мне понравилось присутствие у вас в кадре. Народ, я вас приветствую. С молодыми родителями. Отмечаем Новый год. Всех благ вам. Благ в Новом году. С Новым годом. С Новым годом. До позиции. Только вместе. Так, я вижу. Чао. Опа. С Новым годом. Ой, там со звонством. Привет. С Новым годом. С Новым годом. Привет. Кто будет год съедать? Я съедаю весь следующий год. Все. Ну-ка, че там у нас такое? Завораживающее зрелище, а? Завораживающее зрелище? Да, смотри на салют, как залей. Ну-ка. В пользе будет, да? Интересно, че там такое, да? Вот такие нагренькие. Ух ты. Вау. Как сверкает, да? Как? Как? Ну, потому что, когда ты вянутся, в руках все. Ух ты, у нас свечок. Ооо. Вот такой шампунс. Шампус на балкончике сегодня. Пупс на балкончике, точнее. Пупс. Пузя Будды. Пузя Будды. Смотри, это какой-то этот... Литл Будда. Тайский монах какой-то. Параной, да? Уже даже костюм похожий. Витя. Да, малыш. Ты че, познал? Вот так, познал. Все, познал. Такой маленький, я уже познал. Что-то надо. Через пару лет уже будем игрушечки под елкой распаковывать. Будем твои всякие ништячки открывать. Слышь. Мне даже больше интересно, мне кажется, что вы... Уже хочется закупать все какие-то конструкторы прикольные. Машинки. Колька, предвкушай, предвкушай. Предвкушай, предвкушай. Слышь, музончик-музончик, пошел. Стасовка в себе. Ребята, доброе утро. С Новым годом. Сегодня 1 января, да, с наступившим Новым годом. Надеюсь, вы отлично провели новогоднюю ночь. Кстати, напишите в комментарии, да, как отпраздновали, с кем отпраздновали, где отпраздновали, что у вас было на новогоднем столе. Обязательно пишите в целом свои ощущения от новогодней ночи. В общем, классно ли вы встретили Новый год. Я надеюсь, что классно. Мы еще дома у моих родителей, как вы видите. Сейчас собираемся уже ехать домой. Мы решили на них заночевать, потому что, ну, это как-то было, что ли, логичнее, удобнее. Мы живем не очень далеко, но чтобы не идти, знаете, по улице под бесконечные салюты, там слушать этот грохот, мы решили остаться здесь. Вот, сейчас уже, в принципе, второй час дня. И будем подвигаться домой. Сейчас немножечко расшусь, моюсь. Либо сегодня не буду краситься, либо только ресницы накрашу, и все. У нас сегодня будет такой домашний денек, и будем распаковывать подарочки. Не переключайтесь. Все, мы уже дома. Первый января на календаре. Такая вот у нас обстановочка тут по кайфу. Сейчас Витек поест, уложим его спать, и сами будем подарочки скрывать. Тут они неожиданно появились. Это вообще. Дед Мороз, походу, приехал и залезал в окно, пока нас не было дома, да? Вот видишь, все-таки он существует. Все-таки он существует. Он настоящий. Он настоящий. Давай, давай, давай. Наташа предполагает, что это фейковые размеры. Да. Ну, я не знаю, мне кажется, что это фейковые размеры. Ну, типа, большая коробка, на самом деле, там что-то меньше размера. А вдруг это все то, чем кажется, на самом деле. Ну, извольте тогда предположить. Давай. Можно? Если это такой размер, как он есть. Какой именно? Ну, вот это длинная и большая коробка. Ага. Знаешь, освещение новое для съемки видео. А вторая? Ну, потому что я не знаю, что может быть такого. А вторая? Ну, типа, в одной длинной это а-ля штатив. А в большой там кольцевая лампа, либо LED-ы вот эти. Ага. Все, больше предположений нет. Все, предположила. Все, это если такой размер. Если там, на самом деле, это отвод глаз там что-то, ну, меньше размер, то не знаю. Вообще даже предположений нет. А вот если такое, как есть, то освещение новое. Далека я? Далека, далека. Прям очень далека? Ну, я не знаю, что там может быть. Ну, все, значит, понятно. Давайте на моменте, когда вы смотрите этот влог. Напишите в комментариях прямо сейчас. Валера вам сейчас подснимет размеры, а вы пишите в комментариях, как вы думаете, что там. Я могу сказать габарит. Вот это вот где-то метр тридцать. Но вот это, так можно, предположительно, сантиметров сорок-пятьдесят. А у Наташи, у меня тоже есть предположение. У меня вообще маленькая какая-то сраняя. Она маленькая, но тяжелая. Я вчера когда передвигал тут, я специально трясти не стал. То, что я сказала, влезли. Чтобы не подтверждать это предположение. Класс. Ну и что? Ну, возможно, это какой-нибудь конструктор. Понятно. Возможно. Угу. Но это не точно. Ладно. Ну, короче, сейчас все скоро уйдем. Для Витька там маленький тоже есть подарочек. А, для него что-то есть все-таки. Но он ему сейчас не нужен. Дед Мороз даже таких. Это так, мне просто внешний вид понравился. Дед Мороз даже таких малышей не обходит стороной. Какой он все-таки добрый дед? Ну, на самом деле, основной подарочек не успел прийти. Поэтому я надеюсь, что он на Рождество все-таки. В смысле, основной? На седьмое число придет. Ну, вот так вот. Основной, который я думал, что он всех больше понравится. Самый главный? Ну, по размерам он самый маленький был бы. А по значению, возможно, самый прикольный. А вот этого у меня мало, что ли? Вот этого у меня мало? Или это как составляющая этого? Это не то, что составляешься отдельные, но тот был бы, мне кажется, более значимый. Я не знаю. Ну, как бы сказать. Такой размер, это же... Ну, не, наверное, коробка это фикция просто. Естественно, я запарился вот эту упаковочку. То есть, все тут на столе вообще такая же жизнь была. Валера присоединился к нам, к родителям, к моим, только в 9 часов вечера. Говорит, упаковывал с 3 часов дня. Я не представляю, что там вообще происходило такое. Да надо было заранее делать, а я, как всегда, все в последний день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, короче. Давай. С чего бы начать? Говорить вам. Ну, можно с самого вот этого маленького начать. Это давить. Ну, такой, я не знаю, когда вам пригодится, нет. Мне просто понравился сам формат исполнения. Какой ты код. Мне понравилось, что он, видишь, по форме. Как он так? Вот этот батончик мне на него приглянулся. Что он такой квадратный прям. Квадратный код. Такая тут тумба. Пуфик. Он очень классный, вот так вот задремнуть днем, да? Да, так что можешь его тоже использовать. Да, да, да. Слушай, он классный. Его и коленками зажать. Когда я сплечиваю, сюда зажимаю колени. И вот так вот задремнуть. А потом и Витику. Ну, у него есть цветовой намек на тот подарочек, который не пришел. Какой именно цвет? Розовый? Да. Какой-то подарок, который еще не пришел. Еще, кажется, есть. Ждем на Рождество. Розового цвета что-то придет. Пишите свои догадки, что может быть розового цвета. А еще Валер сказал, что это самое основное. Что-то такое, да? Ну, самое интересное, наверное, для тебя. Розовое. Розовое. Я не представляю. Поросеночек. Розовое. Мини-пига, наверное, подарю. Дальше делаем. Тут уже вообще все равно. Можешь вот хоть с того. Вот с этого? Да. А почему именно с этого? Ну, он полегче просто, чем этот. Это что за хрень? Это реально, ребят, я вам говорю, это новый свет. Ну, 99%. Да как ты вообще? Как ты так подгадал? Ну, а что может столько весить? Что может столько весить? И такой будет такого формата? Ну, какой-то штатив. Ладно, это когда-то бегал пока, да? Да. Ну, тут тоже так. Ну, не то, что прям, но увесисто. Увесисто. Давай, Эль, задербанивай прям. Тут на самом деле попалась бумага такая. Очень сомнительного качества. Я сначала не посмотрел на нее внутри, а она очень тонкая. И тут сто слоев. А, ну, только она много даков эта бумага. Кто же знал-то? А где ты взял-то? В магазе просто взял. Ты же видел, что она тоненькая. Она была в упаковке. А. Тут все кустарно наклеено. Это даже не ленточка, это бумага тоже. Понятно, почему несколько часов я делала вчера, тут все делала. Прямо вот так вот. Сама в экранчик смотрю. Зырит, зырит. Зырит? Ты говоришь, что слоев. Черт. Кажись, это новый принтер подъехал. Ну, тут надо распаковать, да? Видимо, да. Наташа жаловала, что ей печатать наклеечки негде. Тот старый засох весь и ничего не помогает. Ни прочистка, ничего. Так что вот теперь новый дружочек будет. Тем более я хочу печатать фоточки всякие, которые часто делаю. Новенька, себя, короче, для того, чтобы у вас ровно было сладко. Ну, тут намного проще в обслуживании. Это, видишь, с какими банками сразу, чтобы заправлять. Мое. Килограмм просто бумаги всякой. Да, вот он. Вот он такой. Можно сразу сюда заправлять, смотреть за уровнем чернил. Вот эта штука откидывается, и туда заправляешь банки в комплекте. К намбор идут, да? Да. И поэт тоже можно печатать. Или он уже заправлен? Нет, там надо залить будет. А, надо будет залить. А как ты понял, что именно этот надо? Ну, не знаю, удобный, да. Какие эти... В использовании удобный очень. Ну, во-первых, нам нужен принтер, чтобы и документы печатать. Как и Валерина, так и мои по проектам, естественно. Да, там. И картиночки. Ну, это, конечно, не мини, про который там речь шла. Какой-то инстекс или что-то там. Нет, там совершенно приказ речь. Да, ну. Так вот. Да. Помнишь, я тебе говорил, что я забирать ходил, и казус случился? Ну. Я в Азоне заказывал такой же принтер. Да. В итоге я пошел забирать. Смотрю, вот здесь коробка такая маленько помятая, что-то здесь порвано. Именно этот же принтер. Да, я его вскрыл, а там просто все в мышленом говне. Ну, я его уже нашел в наличии у нас. А, в магазине уже нашел. Все. И побежал в постоянном. Да, все в мышленом говне, короче. Все изгрызано, весь принтер, короче, искусен. Везде что-то... Короче, все, все, все прямо изгрызано внутри. И воняет. Я в Азоне говорю, так, что вот, что тут вообще происходит? А она такая, кто смеялась? Ну, кто там оформляет это все? Так, все, я сделал возврат. Просто без слов. Ну, потому что это реально смешно. Ну, как так вот? Что за серый за, блин? На очереди Валера. Но там вот в пакетике идет просто книжка, которая нам обоим. Я купила ее по приколу, когда увидела. Давай. Современное искусство. Угу. Разграться в том, что непонятно всем вокруг. Слушай, ну, я думаю, это да, познавательно будет. Познавательная литература. Как ходить по музеям современного искусства. Чтобы понимать работу. Потому что... В этой книге собраны шесть правил, которые помогут вам понять современное искусство. Зайдем в музей и будем все просекать, да? Почему, почему висит какая-то картина, на ней голубая говняшка? 18+. 18+. Да. А теперь, Леонидович, давай, поспаковывай основной подарочек от меня. Да это не то, чтобы тебе, это просто нам обоим. Я купила, увидела, как эту книжку решила взять. Основной. Все равно не тряси. Все равно не тряси. Если я стрясу, я сразу пойму, да? Да ты и так уж, наверное, все понял. Ну, я предположил. Ну, давай. Так, Витек. Давай. Ага, я все правильно понял. Но я еще не знаю, что там. Давай, ты это будет интригой. Давай, помаленечку, помаленечку. Помаленечку, помаленечку. Ну, ребят, вот мы вам уже спалим. Так. Это. С подрывным листочком. Так. Это похоже на замок. Похоже на замок. Все, я, походу, понимаю, что это. Это Хогвартс-замок. Это хогвартс-замок. Это Хогвартс-лего. Спасибо. Будем в новогодние праздники собирать. Короче, Лего, Гарри Поттер, очень много разных. Я думала, какой-какой, 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 какой-какой. Думаю, нет, надо, если начинать, то брать классику. Архитекты Хогвартс. О, офигеть. Он смотри, с подземельями со всякими. Он смотри, змея с лизеринкой. Да, да. Короче, я подумала, что надо что-то такое прям брать классическое. Не только какую-то, ну, из части Гарри Поттер, мол, и какую-то сцену оттуда. Там тоже есть лего. Есть прям сцены конкретные. Из конкретных частей. Я думаю, нет, надо что-то классическое. Сначала, думаю, может быть, брать квиддич, этот полигон их, ну, где они этим всем занимаются. Потом думаю, нет. Самое-самое, это вроде как сам замок. И просто заказала замок Хогвартс. Смотри, есть это илок вакучи. Есть там кабинеты всякие. Ну, да, я смотрела, когда заказывала на сайте. Это, по-моему, это летающая колесница из четвертой части. Тут и застрявшая машина даже есть, по-моему. Где-то застрявшая машина есть, с той стороны видно. Корабль тоже из четвертой части. Застрявшая? Вот, вот, тачка застрявшая. Да, конечно, да. Короче, так вот. Потому что я не знала, что еще. А лего вроде Валера любит. Она говорит, что лего это вообще на все времена, мне кажется. Или любых возрастов? Да. И что, потом будет купашиться, уже не знаю, сколько лет. Сгодится. Наташа, ну ты что, смеешься, что ли? Конечно. Не то, что сгодится, а вообще супер просто. А то сразу какое-то детство возвращает. Да. Вот собранный, куда мы его поставим? Надо полку. Надо ждать, когда нам столь лишь селажики наши. И куда-то на полку повыше. Кто-то обещал, что они будут до Нового года, но что-то... Что-то нету. Подарчик под елочку. Что-то нету. Вот такая вот здесь глядящая вот эта вот штукинка. Ну, я не знаю. Чуть-чуть подразгрести. Я просто не знаю. Если это не свет, то... Ноль. Такая для других. Просто вот ноль. Ну, что может быть такого формата? Что? Вдруг это, как она называется, большая вот эта кэнди-кэйн? Ага, да. Нужная вещь. Не, конечно, обрадовалась бы, но... Так. Ну, давай попробую еще. Так, такой длинный. Такой длинный коробки. Здесь явно коробка, вот я чувствую. Да, здесь коробка. Который... Мне нравится этот кот так. Так. Ну, может быть... Может быть, что-то... Что нужно собрать и на что поставить принтер. Стойка какая-то. Еще одна догадка. Хотя нет, тоже мало вероятно. Может быть, стойка для моих цветов. Как бы я так быстро... Соорудили. Ну, сразу готовая. Ну, готовая, неинтересно. Ладно, все, развязываем. Все, короче, три предположения. Это фейковый бант. Три предположения я сказала. Для такого формата это уже много предположений. Откуда тут надо? Просто рви и все. Тут можно... Тут можно даже всю не рвать, в принципе. Потому что открывашка, она сверху. Так, ладно. И сразу станет ясно, да? Сразу? Ну, не знаю. Если там что-то написано, то станет ясно. Non-light. Power-Tube. Пока это ничего не говорит, но, скорее всего, это все-таки освещает. Ну, light. Но там не light, а light. Типа легкое в переводе. Лёгкая, вообще, просто пипец, как пёрышко. Так. Тут сама в себе коробка-то неинтересная, тут особо на ней вещи ничего нет. Ну, я поняла. Что мне тут сразу залезть? Ну, наверное, надо вскрыть, а что тут? В коробках вставлять неинтересно, тем более без обозначения. Тут-то понятно, что? Ну, все-таки я догадалась, все-таки я догадалась. Так, что какая-то здесь? Тащи, тащи. А, ну, я, по-моему, просто... Ой, 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 ой. Ну, что-то, по-моему, я права. Да? Я сразу хочу сказать, что я не разбираюсь в освещениях, в этих всяких лейдах, там, вот этих вот штук, вообще ни в чем в этом не разбираюсь. Главное, что светит, и все, это все, что я знаю. Я понимаю, когда светит, а когда не светит, больше ничего не знаю. Ну, вот сейчас светит. Так, что-то тут. Ну, что-то такое, короче. Ну, может, палатка, конечно. Да, да, да. Походу-то особо не ходим. Пока машины нет, палатки, смысл тоже нет. А теперь... Так. Ну, что-то такое. Что-то такое. Может быть, это освещение, которое... Валера все время ругается, что повсюду вот эти шнуры, повсюду эти раздар... Одни вот эти вот... Да, я уже вот для этого кольца аккумулятор даже купил, мне уже бесит эти провода. Да, это что-то такое. Это что-то такое блогерское, мне уже. Ну, я же сказала, это что-то такое. Каким-то кнопочкам... Это надо все распаковывать? Да, давай, распаковывай. Вот этими кнопочками можно не пользоваться, есть приложение удобное. Тут только включение-выключение и все. Это считается уже такая достаточно профессиональная тема. Сто процентов, если у меня здесь сейчас есть люди, которые разбираются... Нет, здесь просто приблуды всякие. А-а. Здесь зарядка там. Сто процентов, если у меня сейчас здесь есть люди, которые разбираются... Стативчики. Да это же то-то, то-то, и поняли, что это такое. И я такая... И я такая... Либо горит, либо не горит, больше ничего не знаю. Ну, это больше как акцентные такие. Вау. Их две в комплекте. Нифига себе, я только сейчас поняла. Это же прямо лампа. Ну, да. Как она будет? Куда она? Для нее штатив есть. Это для съемки все. Да. Так это будет нормально. Да, она еще RGB-шгоры, такие более акцентные. Ну, можно белые сделать, можно любые вообще цвета, сценарии там. Можно как полицейскую тачку сделать. Можно как вспышки папарацци. Вторая такая же. Да, такая же. Их можно синхронить между собой. Короче, это вообще... Я джедаи, что ли? Да. Кстати, вообще, знаешь, как классно на камере смотрится. Подожди, но это как фон для видео идет, да? Ну, ты их можешь ставить себе вперед, но они больше да, как-то такие акценты. Типа подчеркивать там силуэт или еще что-нибудь. Ну и то, что, да, они беспроводные, вот в этом самый главный плюс. Их можно с собой брать куда-нибудь на выезд, на фотки. Ну, там на полную, там надо яркость убавить. Да. Ну-ка, где-то тут. Ого. О, там режимы всякие. Она нормально переливала сейчас. Вот этот белый полный режим. Давай, джедайский меч, бери в руку. У них такой орел здесь на камере. Короче, теперь мои видосики с макияжем. Ну, и не только, конечно, это просто мы будем еще использовать, наверное, на самом деле. Да их можно как-то интерьерные ставить чисто, чтобы так, эмбиент такой создавать. Какой-то различный неоновый классный оттенок на мои книги. Валера тут уже начал. Короче, если... Две книги аж, вот толстые две книги, как собирать, представляете? По 10, по-моему, пакетов в каждой. Угу. По 11 даже. Это вот первый каталог. А там уже такой же толщины второй. Честно, и под столе только получится. Капец. Если каждый пакетик в день собирать, то почти месяц. Можно занятия на месяц. Растянуть, да? А если ускориться, то за сколько можно собрать? Мне кажется, за день можно собрать, если прям сидеть, сидеть, сидеть. Это вот один пакетик пошел, да? Да. А пакетов сколько, говоришь? Мне кажется, 20. Точно есть. Ну, есть и две инструкции. Угу. О, тут у нас кто? Тут уже змеючки. Да, это ты сейчас соберешь, походу, часть с тайной комнатой. Да? Да. Не понял. Офигеть, блин. Столько еще. Да, 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 вот они. Часть с тайной комнатой сейчас будет. Такой, да. Комментарии от Леонидовича. Лего 18+, это Лего для взрослых. Все? Все совпадает. А я там Мудо, а сейчас Вить Куо. Ага. Через пару лет. Вить Куо. Лего 18+. Оу. Что-то там между Родом и Гермионой, судя по всему, где-то. А может быть между Сириусом Блэком и Гарри Поттером? Да, да, да. Ну все может быть сейчас в нашем реме. Снова у нас Гарри Поттер начался. Я себе под сборку Лего включил на фон. Да, Валера первый пакетик уже собрал. Вот такая у нас атмосфера здесь. Давай покажу. Тайная комната. Вот. И здесь вот селки эти, да? Как там это называется? Я забыла назвать. Ну, короче. Да, да, вот типа вот сюда они провалились. И вот здесь проникли, хоп, в тайную комнату. Ой-ой-ой. В общем, короче, интересненько. Кто у нас залип на Гарри Поттера? Хочет в Хокварт письма получить. Вот так. Ух ты, блин. Это вот Валера включил лампочки эти, которые мне подарила. Посмотрите. Один поставил тут, другой пока стоит здесь. Ты бы добрал оттенок какой? Да, просто теплый. Теплый свет, да? Там каких-то нет настроек, ребята. Там целое приложение, я вам покажу потом. И буду завтра, после завтра снимать макияж на вам освещение. Да, эти настройки 90% тебе понадобятся. А вот и малыш у нас. На Гарри Поттера сейчас залипал, да? Витюш. Ой, Витюш. Да, ты хочешь в Слизерин или в Гриффиндор? Слизерин или Гриффиндор? Сейчас распределят как надо. О, Витя, смотри, что у тебя есть теперь. Квадратный куфик. Это твой пуфик в будущем. Пуфик. Действительно, попкой на него садиться, да? Нормально будет? Так, ребята, я, наверное, закончу наш новогодний влог. Сейчас тут с Витей лежим на кровати. Короче, мы с Валерой хотим посмотреть какой-нибудь еще новогодний фильм сейчас вечером. Вот думаю, что бы такое глянуть. Сегодня, да, посмотрели на фоне уже отпуск по обмену. И на фоне у нас был Гарри Поттер и философский камень. Гарри Поттер так вообще уже второй раз, наверное, за декабрь. А еще хочу сказать, что я, наконец-то, создала свой Бусти. На самом деле, я его зарегистрировала еще больше года назад. Но он мне просто стоял пустой. То есть я его не вела, ничего там не делала. Просто тут у меня зарегистрирован там страница и все. Сейчас я, наконец, осмелилась, делаю туда контент. Что будет входить в этот контент за месячную подписку. Туда будут входить эксклюзивные влоги, которые не выходят здесь, на YouTube. То есть я буду снимать отдельные влоги для Бусти. Это будет несколько дней в неделю, когда я снимаю только на Бусти. Несколько дней в неделю, когда я снимаю только на YouTube. Дублироваться влоги с Бусти не будут на YouTube. Это именно снятые для Бусти специальные влоги. Они не будут выходить на YouTube. Смотрите, смотрит, лежит. Лежит, смотрит. Помимо этого, там будут выходить разговорные видео. Темы этих видео мы будем, скорее всего, выбирать в моем Телеграм-канале. Сколько будет выходить влогов. Я рассчитываю 3-4 в месяц. Разговорное видео. Также буду делать конкурсы от меня на какие-то боксы, которые собираю сама. Какие-то подарочки. Короче, какие-то активности будут. Ну и помимо всего этого, естественно, какие-то еще посты и общение. Вот, если вам интересно, можете переходить по ссылке, смотреть. Ну, там я подписку сделала одну единую. То есть у меня там нет нескольких вариантов. Так, чертожить. Да, подписку я решила сделать единую. То есть никаких уровней делать не стала. Просто вот одна для всех на месяц. Можно, например, на месяц подписаться. Что-то вам там не понравилось. Или вы решили, что это не для вас. Там после просто, ну, отменить, короче. Либо там, я не знаю, вручную нужно будет каждый раз платеж делать или автоматически. Ну, короче, можно подписаться всего лишь на один месяц. Можно не подписываться вообще. Можно подписаться, продлевать, как вы захотите. В общем, это все очень удобно. Так что да. Если кому-то интересно, ссылка в описании этого влога. Следующий влог для Boosty. Там один, кстати, уже вышел. Я решила называть там влоги как chapters. То есть глава, глава 1, там глава 2, глава 3 и так далее. То есть это будут как бы главы моей жизни. Но я хочу еще более лайф-формат сделать. Еще более, чем он уже есть. Именно там. Один влог там уже вышел. Я выложила, кажется, позавчера. Да, подписчики у меня уже прибавляются. Подписываются люди. Это интересно очень. Да, смотреть, кто там. Общаться. То есть там тоже можно написать комментарии. Там ставить лайки, реакции и так далее. Витя, Виктор. Вот. Следующий влог для Boosty в планах у меня снимать на днях. То есть на новогодних вот этих каникулах выйдет еще один Boosty влог. Который, вероятно, я начну завтра, послезавтра. Вот такие пирожки. Но у вас с наступившим Новым Годом. Поздравляю еще раз. Желтое такое у меня здесь освещение. Потому что когда камеру мне настроена странно. И да, увидимся мы уже совсем скоро. Все самое-самое хорошее. Больше вдохновения. Больше мотивации на любые ваши задумки. Всякие ваши идеи в этом году. Вам желаю. И все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok